Август, сегодня мы продолжаем цикл бесед и отвечаем на вопросы наших зрительниц. Один из наиболее распространенных вопросов для женщин. Как избавиться от целлюлита? Что такое вообще целлюлит? Как он образовывается? Почему он образовывается? И как же от него избавиться? Это на самом деле очень интересный вопрос. И ты знаешь, в свое время я заинтересовался сам. Мне было очень интересно, как вообще возникло такое слово целлюлит. Вот интересно, что это слово означает, когда оно появилось. И ты знаешь, я понял, что целлюлит – это какое-то такое интересное понятие. Оно больше относится к научной фантастике. Это такая вещь, о которой все слышали, но насчет которой существует настолько много теорий, ее происхождения, что я прямо даже в какой-то момент потерялся в догадках. Вообще слово целлюлит, насколько я понял, оно возникло. Честно говоря, я очень люблю читать и просматривая литературу прошлых лет, читая классиков. Я нигде не находил такого слова целлюлит. Нигде главная героиня ни в каком фильме историческом. Никогда этого не было. Никогда не произносило слово целлюлит. Я не помню никакого экранизированного романа, понимаешь, или известного произведения, там, унесенное ветром, и вдруг главная героиня что-то говорит о целлюлите. Это не встречалось нигде и никогда. Поразительно, правда? Это поразительно, действительно. Такое новое веяние в нашей жизни. Да. А сейчас кого ни возьми, и все говорят об этом. А целлюлит. Как же это произошло? Что это? А главное, все страдают этим. И все страдают. Это у каждой женщины. И, конечно, это не могло меня не заинтересовать. И я ничего не нашел об этом в прошлом. Вообще. То есть, этого не существовало. Слово целлюлит впервые, насколько я понял, было введено в обращение в 1973-м, либо 1975-м году. И так назвало, ну, так назвало, этим словом назвало то, что мы видим, то, что нам не нравятся, вот эти внешние изменения на коже, владелица одного из СПА-салонов в Нью-Йорк. Это то, что я нашел, как официальную информацию. И с тех пор это слово получило очень большое распространение. Почему это произошло? Я не знаю. Может быть, конечно, была проведена очень серьезная маркетинговая кампания. Может, это случайность. Мне сложно судить. То же самое касается и механизма возникновения целлюлита. Очень интересная вещь. Слушаешь разные теории и удивляешься, насколько они бывают грамотными, обоснованными, лаконичными. И каждая из них, в принципе, при рассмотрении, ну, она достаточно логична. Мне очень понравилось выступление одного доктора, который, ну, имеет очень множество дипломов, очень авторитетный специалист, который говорит, вы понимаете, клеточки жира, они как виноградинки. У них такая оболочка снаружи. Ой, так интересно, такое красивое образное сравнение. Их много появляется, они лишние. Никак они появляются. Ни почему это все не объясняется. Ну, вот они появляются у нас под кожей почему-то. И что мы делаем? Мы вот эту виноградинку давим. И когда лопается ее кожура, ой, как приятно. Знаешь, вот как бы все так логично, сразу понятно, что надо делать. Вот все эти токсины выходят наружу, весь этот жир выходит наружу, и мы его убираем. Логично? Ну да. Понравилось мне объяснение. Понравилось. Другой человек, массажист, рассказывает приблизительно то же самое. О подкоге, что в жире о каком-то. О том, что если его грамотно и хорошо размять, тоже он каким-то чудесным образом удалится. То есть, это тоже теория, объясняется приблизительно так же. Потом выступает фитнес-инструктор и говорит, да нет, ребята, вы знаете, целлюлит – это вообще не связано с жиром. Вас обманывают всю жизнь. И, наконец-то, я скажу вам правду. Целлюлит – это проблема с вашими мышцами. На самом деле. Да, вы понимаете. Потому что ваши мышцы атрофируются, и ваша кожа приобретает такой вид. Когда ваши мышцы обретут былую упругость, они опять натянут вашу кожу, тонус мышечный, и всё вернётся на круги своя. Четвёртая теория говорит, что вообще целлюлит, так называемый, это вообще норма. Это всегда было, и никакого целлюлита на самом деле вообще нет. Это очень удобная теория. И то, что вы видите перед собой, это нормально. Это просто генетически в нас, как говорится, присутствие. Интересно. И можно продолжать, и продолжать, и продолжать. И каждый человек, который выходит с новой теорией, он выходит, и, конечно же, с революционным решением этого вопроса. Некоторые избавляются от целлюлита за 2 часа. Но при этом, конечно, они забывают сказать, что они избавляются за 2 часа с помощью, безусловно, чудеснейшего крема. Но и избавляются приблизительно тоже на 2 часа. Это не пропускают. То есть крем великолепно действует. Но, к сожалению, вот за 2 часа прошел, и через 2 часа опять появился. Но решение есть. Чудесный крем. Просто машу его, и всё будет отлично. Понимаешь, другие говорят, нет, есть более интересное решение. И там уже не крем. Там уже инъекции. Эти инъекции уже действуют не 2 часа. Они могут давать эффект в течение 2 недель. Потом идут массажисты, которые говорят, что вы у нас проходите 2-недельный курс. Однако, почему-то, через ровно 2 недели, кто-то через месяц, через 2, опять должен к массажисту прийти. И так мы можем продолжать, и продолжать, и продолжать, и продолжать. Ну и конечным, завершающим этапом являются пластические хирурги. Которые тоже говорят о вреде всех остальных, или о бессмысленности всех остальных панипуляций. Говорят о великолепных лазерных и других методах проведения операции. И о, конечно, продолжительном эффекте. А тем не менее, всё как было, таким оно и остаётся. Но, просмотрев все теории возникновения, прослушав все эти разные интересные, очень интересные рассказы, очень иногда настолько увлекательные, как художественное произведение, я всегда интересовался, а если так разнится происхождение, то что говорить о методах лечения? Что говорить о методах профилактики? Если тут они настолько разные, то, наверное, и лечение настолько же разное. И ты знаешь, что я нашёл, что все эти методы, которые предлагают избавление и решение этой проблемы, они разные, но при этом они добавляют одну интересную вещь. Очень важен режим питания, очень важны занятия спортом, понимаешь? Если вы будете выполнять эти два условия, то успех вам гарантирован. И я смотрю, что вот эти два условия у них у всех одинаковы. И это заставляет меня задуматься. А может быть, если мы просто возьмём эти два условия и уберём всё остальное, то что у нас получится? А получится у нас всё очень даже замечательно. Только без дела останутся производители крема, массажисты, хирурги и различного рода специалисты в области новых теорий. Вот ты понимаешь, как интересно получается. Это мне очень напомнило вот этот анекдот, когда спрашивают, сколько жить. И рассказывают, что будете жить очень-очень долго, очень долго, но необходимо выполнять при этом одно условие. Переходить дорогу исключительно с трёх с них. Что есть? Приблизительно вот что у нас получается. Конечно, это режим питания. Но безусловно, безусловно, есть у людей, безусловно, и предрасположенность. Но называть её генетической я бы не стал. Она скорее психологическая предрасположенность к определённым неправильным привычкам, неправильному питанию. Как точно ты определил? Как точно ты определил? Вот правильно. На самом деле, ты знаешь, если ты посмотришь, я просто очень внимательно проанализировал ситуацию. И то, о чём я говорю, оно лежало на поверхности. По большому счёту, понимаешь? Просто я уделил этому внимание и достаточно честно к этому подошёл. Скажем так. И что самое интересное, от понимания причин и от понимания способов легче не становится. Ты знаешь, очень многие, казалось бы, вот сейчас всё это прослушав и согласившись, должны сказать «Ура!» Наконец-то. Всё стало понятно. А на самом деле человек потом пойдёт и подумает, а что же, в принципе, во-первых, нового я ничего не узнал. Вот что он говорит, подумаешь там, что он нового сказал? Ну, надо питаться нормально, спортом заниматься. Да, это простые истины, но эти простые истины глубокие, глубокие истины. Ты знаешь, ну вот важна ещё реакция человека. Очень много людей скажет, ну, во-первых, заниматься спортом. Я говорю, да нет, это всё сложно. Это всё сложно. Я не могу сейчас изменить режим питания, я работаю, у меня нет на это времени. И вообще у меня жизнь другая. И спортом заниматься. Всё это отлично. Да, замечательно. Но пойду-ка я лучше, проще куплю крем. Понимаешь? И пусть на два часа, но вот я сейчас натерлась, и всё прошло. То есть самым главным решающим фактором, ведь мы, кстати, до конца и не разобрались, что является причиной возникновения целлюлита, по большому счёту. И ты знаешь, я бы сказал, что такое целлюлит. Это проблема. Я бы назвал это так. Это объективно проблема, которая существует для многих женщин. Не объективно существующая проблема, а проблема, которая существует для многих женщин. Понимаешь? И проблема, которую всё равно придётся решать только им. Вот что самое поразительное и, казалось бы, хорошее во всём этом, и в то же время сложное. Потому что люди стремятся переложить решение проблем на кого-то или на что-то. Потому что решать эти вопросы самому, реально понять и разобраться в этом всём человек не хочет. Гораздо проще прийти и увидеть красивый крем, гораздо проще посмотреть рекламные ролики, переложить всю ответственность на массажистов, на диетологов, на косметические компании. И, понимаешь, а потом говорить, я пробовала всё. И это ничего не работает. Но намного сложнее подойти к этому действительно честно. И изменить свой образ жизни, изменить привычки, культуру питания. И почему бы и не пользоваться массажем при этом, при всём? Я считаю, что массаж – это замечательное средство. Аналогично, да. Правда? Оно же не идёт ни в противоречие ни с чем. Можно пользоваться женщине и косметическими средствами. Почему нет? Можно, ты знаешь, можно использовать все те различные процедуры, которые рекомендуют все эти специалисты. И упражнения надо делать. И всё это возможно. Но просто нужно подойти к этому объективно. Гарантировать избавление от целлюлита может только то, что служило причиной его возникновения. То есть, если он возник у этого данного конкретного человека, то решение всё-таки должно быть в этом человеке. Вот такое моё видение проблемы целлюлита. Но опять же, если человеку нужна помощь, то, конечно, не стоит ему в этом отказывать. Многие действительно, понимаешь, из 90 человек… Почему-то я не сказал из 100, не знаю почему. Ну, возьмём так из, наверное, проще. Это не имеет на самом деле никакого значения. Это образные все сравнения. Из 100 женщин, которые прослушивают то, о чём мы с тобой говорим, я думаю, что 90 согласятся, но 10 реально будут что-то делать. Но знание, правда, это уже большое дело, понимаешь? И это очень многое меняет. Может быть, сегодня они не захотят, а завтра всё-таки осознание того, что придётся что-то менять, случится. Поэтому это важно, об этом сказать честно. Но 10 захотят с этим бороться. И если им нужна будет помощь, то я думаю, что это самое простое и лёгкое, что мы можем сделать. Конечно же, её можно оказать и поделиться, и рассказать. Но это всё совместная работа. Понимаешь, нельзя взять всю ответственность на себя. Ни ты, ни я, ни кто-либо другой мы не можем сказать так, как говорят рекламные ролики, если мы хотим быть честными. Купите нашу удивительную методику, практикуйте её в течение двух недель, и у вас всё получится. Нет, конечно же, нет. Гарантировать мы ничего не можем. Всё должно зависеть от человека. Но если человек будет вести правильный образ жизни, то есть не наносить себе сознательно вред, то у него уйдут все проблемы, которые его волнуют. Но единственное, что ещё очень важно понять, все хотят, чтобы всё произошло за очень короткий срок. Вот я не знаю, почему-то... Да, это главная проблема. Но это всё психологическое. Психологическое. Понимаешь, человек наживал эту проблему, создавал себе в течение очень долгого времени. Но у него откуда-то кто-то дал ему ложное понимание. Я не знаю, откуда это всё взялось. Почему-то понимаешь такое понятие. Вот я заболел. Человек приходит с хронической болезнью, а целлюлит — это хроническая, ну не болезнь, а проблема, скажем так. И у него на самом деле, если досконально разбираться, очень много причин. Их на самом деле очень много. Но не в комплексе, дают... Человек говорит, у меня хроническая болезнь, она у меня уже 10 лет. Пожалуйста, помогите мне. И если ты ему скажешь, дорогой мой, ты создавал, или, дорогая моя, эту проблему внутри себя, ты её не решал 10 лет. И ты хочешь, чтобы я тебе помог, это возьмёт ещё 10 лет. Нет, мне это не подходит. Я хочу за неделю, за две. Я буду делать что угодно. Я лягу под нож, я буду принимать таблетки, я пойду на любые варианты. Но как это? 10 лет я буду... Но это же справедливо. Понимаешь, слава Богу, мы устроены очень мудро. И слава Богу, у нас, да, понимаешь, есть такие возможности, о которых мы, кстати, да, дозреваем. И 10 лет это не возьмём. Но это процесс. Однако уйдёт не просто проявление. Ты можешь побороться с причиной. И, скажем так, побочным эффектом этого будет ни диарея, как указано во многих таблетках, ни головные боли, ни нарушение сердечного ритма, а побочным эффектом будет нормальное пищеварение, нормальный сердечный ритм, прекрасная работа организма. Понимаешь, есть разные пути. Если ты... Мы каждый день стоим на распуте, как в этой сказке. И каждый день мы должны принимать решение, куда мы пойдём. И в том пути, который мы выберем, уже предопределён финал, уже предопределён результат. Поэтому, в конце концов, если ты стоишь перед распутем, но ты прекрасно понимаешь, и тебе дан выбор, то, конечно же, это зависит только от тебя. Ты должен сделать правильный выбор. Вот и всё. Август, твои бы слова донеслись бы до уш каждой женщины, которая нас сегодня смотрит. Я надеюсь, что всё-таки кто хочет слышать, тот услышит и решит свои проблемы. Спасибо тебе огромное за исчерпывающий ответ. Будь добру, я тоже, наверное. До новых встреч в новых видео. Субтитры подогнал «Симон»